МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! День, который объединяет поколения. Беларусь встретила 75-ю годовщину победы. Поддержка ветеранов и сохранение исторической памяти. Приоритеты государственной политики. Председатель облсполкома Геннадий Соловей 9 мая стал гостем нашей студии. Это больше, чем просто работа. Свои профессиональные праздники отметили региональные журналисты. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Главное событие этой недели – празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с эпидемической ситуацией программа запланированных ранее мероприятий была сокращена. Но это ни в коем случае не снижает исторической значимости события. На протяжении всей недели наши корреспонденты следили за проводимыми в Гомельской области патриотическими акциями. И сегодня мы предлагаем еще раз вспомнить о Великой Победе и людях, которые за нее сражались. Мемориал «Вечный огонь» – традиционное место проведения патриотических акций. Именно сюда 9 мая пришли гомельчане, чтобы принять участие в праздничном митинге. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы. В этом году в нем практически не участвовали ветераны Великой Отечественной. Однако именно они – главные герои всех торжеств. Кстати, сегодня в Гомельской области проживают 702 ветерана, 395 из которых принимали непосредственно участие в боях. Я со всей душой и радостью всегда отношусь к такому важному, большому празднику и чту эту память навсегда. То, что случилось сегодня с этой эпидемией коронавируса, это, конечно, большая беда. Но забыть такой праздник в этот день, я считаю, невозможно. Конечно, надо проводить, чтобы народ видел, чтобы народ знал. Потому что в любые трудные времена мы всегда выходили победителями. И я думаю, что и сегодня выйдем. Это временное явление. Просто не надо кидаться в панику. Сегодня в Беларуси проводится целенаправленная работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной. В результате поисковой деятельности только в прошлом году на мемориальные плиты в Гомельской области нанесены имена более чем 4000 ранее неизвестных солдат и офицеров. На праздничный митинг многие гомельчане пришли с фотографиями своих родных – фронтовиков, партизан и подпольщиков. Жительница города Анна Пугачева уверена – пока мы помним, у нас есть будущее. Это мой дед Губар Василий Артемьевич, который начал войну еще до войны. Он воевал на Холхенголе и там получил первые свои награды – орден Боевого Красного Знамени. Потом он служил, наверное, во внешней разведке, потому что не рассказывал. И закончил он войну уже тоже после войны. И награжден был орденом Красной Звезды за переход перевала Хинган. На мемориальном комплексе в деревне Алла Светлогорского района никаких мероприятий в День Победы не проводилось. Он еще официально не открыт. Сегодня здесь завершаются работы по благоустройству. Однако, несмотря на это, 9 мая в Алле было многолюдно. По собственной инициативе люди приехали из разных районов и не только нашей области. В 1944 году каратели расстреляли и сожгли здесь 1758 человек. По большому счету, трагедия Аллы – это трагедия всей Беларуси. Уже 75 лет со дня Великой Победы это время уходит от нас. Уходит из жизни ветераны войны, то есть те, которые защищали нашу страну, тогда Советский Союз. А последующим поколениям необходимо помнить. И тем ребятам, молодым ребятам, которые живут сейчас, вот посмотрите, какая великолепная погода, под мирным небом, им надо знать, сколько жизней отдали наши предки за то, чтобы мы так жили. И этот мемориал, конечно же, это память. Я всегда говорю, память – это ниточка, которая связывает ушедшие поколения с поколениями живущими. Мы будем помнить ушедшие поколения, мы будем гордиться ими. С учетом того, что во время пандемии коронавируса пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией населения, в этом году традиционные чествования по месту жительства ветеранов в ряде случаев заменили на поздравления по телефону. За почти час председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей позвонил шести ветеранам Великой Отечественной. Фронтовики, партизаны, друженики тыла. Во время войны они никогда не встречались, однако все они приближали общую победу. Геннадий Соловей обсуждает некоторые проекты по увековечиванию подвига ветеранов и спрашивает о проблемах, которые нужно решить. В заключении – поздравление с праздником, которого, в том числе и без этих людей, просто не было бы. Мы желаем вам всего самого лучшего, потому что благодаря вам мы сегодня имеем вот такое светлое небо над нашей головой и спокойно можем работать. Поэтому пожелаю вам всего самого лучшего пожелания. И, конечно, было бы лучше, если мы с вами встретились в таком более близком кругу. Но сегодня при такой ситуации я считаю, что должны друг друга беречь, поэтому у всех вам лучше пожелания. Акция, которая впервые прошла в этом году – «Солдаты Победы». Участники Великой Отечественной Василий Поборуев и Михаил Дубков живут в соседних домах и давно знакомы. В этот день они вновь встретились. Поздравить участников войны пришли представители Новобелецкой администрации, районного совета ветеранов, Белой Руси и городского военкомата. У его представителя особо почетная миссия – вручить бывшим солдатам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Для них же и музыкальный подарок – пупури на военную тему в исполнении коллектива «Гомельские городские оркестры» и проход военного подразделения. После окончания мероприятия ветераны признаются – в это время вспоминали войну. И тот самый, первый бой, когда даже не верилось, что удастся выжить. «Стреляют, тяжелые орудия все, и на тебе тоже относятся. Тяжелое положение. Зачем материла? А потом все привык, и все нормально». Еще один коллектив – Народный духовой оркестр Реческого городского дворца культуры принял участие в честу и нестолетнего ветерана Василия Дейкуна из агрогородка Кроватищи. Здесь он последний участник Великой Отечественной. Во время войны Василий Дейкун служил в танковом полку, в составе которого оборонял подступы к Сталинграду. В декабре 1942-го получил тяжелое ранение в голову. Пройдя курс лечения и получив заключение медиков, списать добровольно остался в армии. Победу встретил в Чехословакии. Однако армейская служба не завершилась. Воевал с бандитами в Закарпатье. Домой вернулся только в 1947-м. Я все время работал. Работал ящиком. Уже после того, 20-30 годов работал. А тогда пошел уже в колхозе, что-нибудь помогал. Цель акции «Беларусь помнит» – вспомнить всех, кто защищал нашу Родину. Людейщая жизнь в годы Великой Отечественной войны стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. Военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» в прошлом году был награжден специальной премией президента Республики Беларусь за духовное возрождение за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. В рамках акции «Беларусь помнит» здесь отдают дань уважения основателю воздушно-десантных войск СССР, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Василию Маргелову. Я восхищаюсь Василием Филипповичем Маргеловым. Я хочу быть как он, потому что он принимал правильные решения во время боя, знал, мог командовать войсками, его любили и уважали. Я хочу быть как он. Василий Маргелов смог сделать ВДВ элитным и авторитетным родом войска, которым знают не только на постсоветском пространстве. Беларусь помнит, помним каждого. Название общереспубликанской акции как нельзя лучше отражает суть той работы, которая проводится в центре Скиф. Его воспитанники действительно патриоты своей родины, готовые в любой момент встать на ее защиту. Взрывы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ревакуация! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна республиканская акция, к которой присоединились предприятия Гомельской области – помощь в реконструкции военных памятников. В Рудне-Телешовской мемориал погибшим землякам открыли в 1976 году. На плитах фамилии 116 человек из четырех деревень. Все работы тогда проводились за средства местного сельхозпредприятия с использованием строительных материалов того времени. Через 44 года стало понятно – памятник требует капитального ремонта. Специалисты филиала Гомельское управление магистральных газопроводов акционерного общества «Газпромтрансгазбеларусь» не только провели масштабное благоустройство, но и обработали его современными материалами. Усилили стелы, на которых появились трещины, и заменили плиты с именами погибших. Исправили ошибки. Четыре десятилетия назад некоторые данные написали неправильно. В ПАО «Газпром» существует программа «Монументы Победы». Она реализуется, как правило, как 9 мая силами филиалов «Газпромтрансгазбеларусь». В частности, восстанавливаются памятники. Программа действует на протяжении 6 лет. А в деревне Муляровка Петриковского района в эти дни появился новый памятник. Здесь открыт мемориальный знак, посвященный подвигу пограничников. Место для установки выбрали не случайно. В начале войны здесь проходили кровопролитные бои, в одном из которых пограничники разгромили элитную немецкую часть. О тех далеких событиях 9 мая не один раз вспоминали во время проведения на телеканале «Беларусь-4 Гомель» шестичасового телемарафона. День Победы – главное историческое событие для миллионов жителей нашей страны. Во многих белорусских семьях сегодня хранятся фотографии военного времени. Накануне праздника зрители присылали журналистам свои истории о родных, участниках войны. Хотя телемарафон – это не только воспоминания, но и разговор о жизни региона и той помощи, которая оказывается ветераном Великой Отечественной. Самая главная задача – это было объединить жителей региона в этот великий день. И, как мне кажется, у нас получилось, несмотря на то, что это был первый опыт работы телерадиокомпании «Гомель» в таком формате. Мы получили достаточное количество звонков, сообщений с теплыми словами в адрес ветеранов, семейными воспоминаниями и также историями об этой войне. Звонки поступали со всех уголков нашего региона. Как мне кажется, такой интерактивный мультимедийный формат еще раз подчеркнул, что все-таки мы помним и чтим память предков. И День Победы – это наш всенародный, вселюбимый и действительно всеобщий праздник. И еще об одной акции, которая прошла на Гомельщине в рамках празднования 75-й годовщины Победы. Члены БРСМ зажгли лампадки на аллее Героев Гомеля. 630 огоньков в форме цифры 75. Как символ памяти, уважения к ветеранам войны и истории своей Родины. Олег Шинтюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Тем временем в регионе и по всей стране продолжается по-настоящему народный проект эстафета памяти «Беларусь помнит, помним каждого». В эти дни белорусы и гости нашей страны посещают места воинской славы и возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам. По понятным причинам в Беларуси одно из наиболее пострадавших в Великую Отечественную – особо трепетное отношение к памяти о подвиге предков. И речь не только о чисто человеческом отношении каждой семьи. Благодарная память потомков о событиях 75-летней давности – еще и важнейшая часть государственной политики нашей страны. Предмет постоянного внимания со стороны ее руководства. В День Победы председатель облсполкома Геннадий Соловей посетил телерадиокомпанию «Гомель» и ответил на вопросы моего коллеги Александра Говейко. Добрый день, Геннадий Михайлович. Рад видеть в студии телерадиокомпании «Гомель» с праздником. Спасибо. Здравствуйте еще раз. На самом деле у нас такой значимый день. Я всех тоже поздравляю вас с таким замечательным праздником, Днем Победы. Поэтому очень приятно и тоже встретиться, и прислушать ваши вопросы. В Беларуси запрос на правду о Великой Отечественной по-прежнему велик. Наша история – основа идеологии. Сегодня нельзя забывать историю, и нельзя переписывать историю. И не подлежит забвению подвиг советского народа, потому что все на него легло. И он на своих плечах вынес все это и защитил не только наше государство, но и целую Европу. О чем говорите в вашей семье в День Победы традиционно? Какие мысли обычно приходят в голову? Кого вспоминаете в этот день? Вы знаете, мне не пришлось встречаться с своими дедами, потому что они погибли. Но историю мы знали, то, что они воевали, защищали Родину. И подвиги, конечно, для нас значим, потому что сегодня без этого нам невозможно. И, конечно, каждой семье мы преклоняемся перед подвигом наших дедов, наших родственников. Потому что каждую семью это затронула беда. Потому что, защищая от немецких захватчиков свою Родину, в многих семьях были и утраты, и большие утраты. Мы видим даже по тем ситуациям, которые складывались в те годы. И немцы просто-напросто сжигали деревни, людей сжигали, убивали всех. И вот буквально, вы знаете, вот мы, проводя раскопки, ведя работу на Оле, недавно был такой нодзен минометная мина, где, ну, она просто информационная такая, где наше советское командование обратилось к немецким захватчикам, где было отражено, что не только командование несет ответственность, но и вы, люди, которые сегодня, наверное, воеваете на стороне. Это, конечно, для нас буквально через столько лет, это буквально где-то 75 лет назад, это была заложена информационная такая. И вот буквально недавно мы ее нашли. Для нас это, конечно, тоже интересно. И мы видим, какая вот сегодняшний день и те времена существовало вот это отношение к таким действиям со стороны немецких захватчиков. Кстати, мемориальный комплекс Оле по-настоящему уникальный, будет вот-вот открыт. Зрителям напомним, это местечко на тот момент по количеству жертв превзошло Хатынь в 12 раз. Сегодня шаги государства, да и неравнодушных белорусов по созданию этого мемориала, это своего рода долг поколений, живущих под мирным небом? Вы знаете, на самом деле для нас это значимый объект. Почему? Потому что к этому мы шли давно. И область была инициатором, и при поддержке президента данный проект будет реализован. Прочисто, он уже находится на стадии реализации. В конце мая мы его ведем в эксплуатацию. Он станет одним из таких маршрутов, где можно будет посетить и коснуться той истории, которая была в те времена, буквально в 104 году, более полторы тысячи населения было там сожжено. И какого населения? Это просто наши простые люди, которые жили в этих деревнях, и 950 детей. Это самое такое большое, можно сказать, место, где были сожжены люди. И в этих 12 деревень, которые сегодня воплощены в колокола, 13 деревней Алла, 12 деревень были восстановлены, одна нет. Поэтому, конечно, это для нас значимо. И вот проекты те, которые сегодня рассматриваются для реализации, конечно, и партизанское движение, и подпольщиков, которые на сегодняшний день активно участвовали в борьбе, конечно, это надо. Потому что люди должны коснуться той далекой истории и почувствовать. Вы знаете, мы прекрасно понимаем со временем, что с каждым годом нас ветерина уменьшается. Но вот такие места всегда будут местом, где можно будет просто коснуться той далеких времен и просто минутой молчания вспомнить тех людей, которые там жили, которые погибли, которые могли бы дожить до сегодняшнего дня, пускай уже и не такими малолетними, но более взрослым поколением. И все-таки это масштабный мемориальный комплекс, а про небольшие братские могилы и захоронения не забываем? Да, конечно, у нас на сегодняшний день 1119 вот таких захоронений. На сегодняшний день более 800 обелисков, и каждому есть подходы. Каждому сегодня за ним есть закрепленные организации, и люди, и частные люди, которые смотрят за ними. Мы на сегодняшний день еще 26 вот таких мемориальных комплексов и братских захоронений еще находятся в стадии подготовки. И самое главное, что не только, вот мы со своей стороны тоже государство, бюджетом выделено денежные средства, областной бюджет, они все денежные средства освоены и приведены в соответствии эти памятные места, и в частности Белицкие, и захоронения. Конечно, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день у нас всего в этих местах 187 тысяч населения захоронено, из которых 53 тысячи еще неизвестных. Это очень много, цифра большая. Поэтому мы сегодня видим, что это должно вековечиться память. И эти места должны быть местом для нас, для того, чтобы мы могли спокойно прийти и просто еще раз вернуться в те далекие времена. К нам приезжают много из-за границы, даже близне зарубежья, люди, те, которые их родственники похоронили, которые принимали освобождение Беларуси, в том числе в Гомершин, и приезжают для поклонения своим предкам, для того, чтобы сказать им даже в душе спасибо. И в продолжение темы мы видим, что во время пандемии не просто всем, по понятным причинам, не просто и поколению победителей. Смогли ли мы, несмотря на определенные ограничения, окружить участников и ветеранов Великой Отечественной, особенно в эти праздничные дни, всяческой заботы и внимания? Вы знаете, на сегодняшний день у нас 716 ветеранов, 550 находятся сегодня на обслуживании, и мы прекрасно понимаем, что в такой ситуации мы не могли к ним всем попасть и с ними встретиться. Но я вам скажу, что сегодня окружены заботой территориальных наших центров, людей, которые на сегодняшний день занимаются этим направлением. И самое главное, что со стороны обосполкома мы их окружаемся и заботой. В первую очередь для того, чтобы они чувствовали со стороны нашего государства то, что сегодня, благодаря им, мы себя чувствуем свободно от Беларуси, от нашей государства. И вот эта концепция, что сегодня, если они не смогли прийти на парад, то парад пришел к ним. И сегодня в нашей области о средствах массовой информации мы видим, и на телевидении, как приходит молодое поколение, наши военные. Оркестры. Оркестры, да. Оркестры с удовольствием исполняют те песни далеких времен, и наши ветераны, пускай даже с окнаю, видят то, что сегодня они не забыты. Геннадий Михайлович, спасибо за это интервью. Еще раз с праздником. Вы смотрите «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор службы информации. Областной госпиталь к 75-летию Победы получил в подарок легковой автомобиль. Сертификат на его приобретение вручил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Напомним, среди направлений работы госпиталя – медицинская реабилитация пациентов с неврологическими, онкологическими и сердечно-сосудистыми патологиями, а также тех, кто перенес операции на опорно-двигательном аппарате. Только за прошедший год тут пролечилось около 13 тысяч человек. В центре постоянного внимания медиков – ветераны Великой Отечественной войны. Новый автомобиль будет использоваться для посещения их по месту жительства. Гомельские спасатели передали подарки детям-медработников. Сотрудники МЧС отправились в больницы областного центра, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19. Пожарные выразили огромную благодарность медработникам. «Мы знаем, что такое быть сутками на работе, редко видеться с близкими. Пусть эти подарки скрасят время ваших детей, ждущих вас дома», – отметили гомельские спасатели. Областная организация Белорусского общества «Красного креста» передаст Гомельской областной туберкулезной клинической больнице передвижной рентгенаппарат. Об этом рассказала председатель региональной структуры Алла Смоляк во время участия в программе «Открытая студия» на Гомель+. Во время пандемии «Красный крест» активно подключился к помощи населению и организациям. Почти 160 волонтеров на постоянной основе доставляют пожилым людям продукты и медикаменты. 14 интернатных учреждений, где живут инвалиды и престарелые, получили средства индивидуальной защиты, оказывают помощь и медучреждениям. О самых лучших сестер милосердия региона на днях наградили в Гомеле. Нагрудные знаки Минздрава вручила генсекретарь Белорусского общества «Красного креста» Ольга Мычко. По ее словам, Гомельская региональная организация «БОК» – одна из самых сильных, всегда реализующая много инициатив. Это и помощь пожилым на дому. Также прекрасно функционирует служба сестер милосердия. Активно действует сервис для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, подчеркнула Ольга Мычко. Журналисты на этой неделе отмечали свои профессиональные праздники. 5 мая был День печати, 7-го – День радио, телевидения и связи. В регионе более 80 печатных изданий. В одном из них редакции газеты «Добружский край» побывали наши корреспонденты. А сюжет о жизни радио и телевидения снимали на месте по известному всем адресу Пушкина 8. Праздничный медиа-обзор у Марины Джалой. Тот, кто выходит в теле радиоэфир и снимает репортажи, знает, что это настоящая страсть, драйв и адреналин. Не ремесло, а сама жизнь. Наши коллеги из Гомель-ФМ в свой праздник устроили сюрприз для слушателей. Провели совместный онлайн-эфир с диджеями из других областных городов – Витебска, Могилёва, Гродно и Бреста. До начала интерактива еще несколько минут. Редактор Сергей Негиревич здесь же, в студии Гомель-ФМ, заканчивает собирать выпуск новостей. Среди событий, безусловно, немного и одни радио, телевидение и связи. Сегодня день работников радио, телевидение и связи или просто день радио. Этот профессиональный праздник отмечается в честь гениального изобретения русского физика Александра Попова. 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электросигналов с использованием радиоволн и провел первый публичный сеанс радиосвязи. И вот на связи витебские диджеи Александр и Виталий. Онлайн-разговор превращается в настоящий квест. Радиоведущие задают друг другу каверзные вопросы. Спрашивают, например, правда ли, что в их городе по праздникам работает шоколадный фонтан. Диджеи Татьяна Ушакова и Екатерина Календа верят. И зря. Но идея кажется совсем неплохо. Такое праздничное настроение в каждой студии. И не только в день радио, телевидения и связи. Работа, которая приносит удовольствие и эмоциональную отдачу от слушателей и зрителей – суперстимул для любого, кто отдает себя такой профессии. В редакции Добружского края, одного из 80 периодических печатных изданий области, тоже праздничное настроение. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, которая кого хочешь выбьет из колеи, журналисты – люди оптимистичные. За 73 года своего существования районная газета «Добружский край» несколько раз меняла название. «Ленинский путь», «Заря коммунизма», «Ленинец». Но всегда главной темой ее публикации была жизнь района. Сегодня здесь работают 13 человек, из них 4 журналиста. Районные газеты дорогими для подписчиков никогда не были. А еще, кроме печатной версии, можно заключить договор на получение электронной. На невостребованность здесь обычно не жалуются. Ведь районная газета – единственная возможность узнать, что происходит на малой родине. Заплановали и поспехово реализовываем такие проекты «Кородословные победы». На сторонках газеты уже вышло порядка 30 материалов об удельниках войны, об исторических подеях вызволения нашего района, нашей республики от немецко-фашистских захопников, от их патриотичных акций, например, с передачей земли, с мест захования и инших. Ну, я думаю, что читачами это успремается. И вот литерально сегодня один читачок потиснул руку мне, головному редактору, и сказал «дякую велике за газету». Это значит, что районка будет жить. Самое главное, чтобы каждый на работу шел с удовольствием и получал там мощный заряд энергии, которая нужна всем. И тем, кто в эфире, студии, редакции, и тем, кто ловит любимую волну, ищет интересную программу или листает страницы газет. Марина Джала, Алексей Нтеров, Евгений Макенко, Валерий Копанько. Новости недели. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...